МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее вести из Казани с чемпионата и первенства при Волжье по международным шашкам. В копилке сборной Удмуртии 11 медалей и 4 из них золотые. Первым в Блице был ижевчанин Илья Дереглазов. Золото он завоевал и в быстрой программе. В этом же виде, а также в классике, на высшую ступень педестала поднялась наша Анастасия Архангельская. Ижевские футболисты тем временем провели очередной домашний матч с Ульяновской Волгой в рамках первенства ПФЛ. Этот поединок завершился победой гостей со счетом 3-2. 23 августа «Зенит» проведет выездную игру против Новотроицкой Носты. А футболистки «Торпедо» в Москве сыграли с местным клубом Чертаново. Итог встречи 1-1. 22 числа на центральном республиканском стадионе они будут принимать клуб «Рязань-ВДВ». Начало игры в 18.00. Продолжаем выпуск. В Ижевске завершился розыгрыш наград национального первенства по маунтинбайку в многодневной гонке. На этот старт собрались сильнейшие гонщики страны. Кто в итоге стал обладателем медалей четырехдневного соревновательного марафона, сейчас расскажут наши корреспонденты. Москвичка Татьяна Сайтарова – молодая, амбициозная и перспективная гонщица. Не раз поднималась на подиум национальных первенств. Она и на этом старте уверена была в своей победе. Отработав на всех этапах многодневки по максимуму, юниорка завоевала в итоге золото. Довольна. Первый этап я выиграла. Четыре секунды, правда, но это все равно хоть что-то. На втором этапе моя конкурентка меня обогнала на 9 секунд. Но ничего, сегодня мы поборолись и смогли ее обогнать. Старался, боролся все четыре дня за победу и наш гонщик Павел Балованов. Только вот подвел его один из этапов многодневки. Прокол колеса не позволил ему в итоге отыграть потерянные в гонке секунды. Наш юниор в общем зачете третий. В трем дням гонки я шел на третьем месте. Проигрывал второе место 44 секунды, а лидеру минуту 34. Ну вот сошлась такая судьба. Но скорее всего в гору, потому что в гору было очень тяжело бежать. А соперники, мне кажется, ну и ехали. Я тоже некоторые места ехал. Но соперники оказались сильнее. Попали по итогам многодневки в десятку сильнейших среди юношей 15-16 лет и наши земляки. Михаил Дробязко, два Максима Бородины Русских, а также Роман Шакиров. Рад и за юноши, и за юниоров. В принципе, к концу гонки уже не так отошли. И достойно сегодня Дробязко проехал. Ну, по-моему, все четверо у нас лидеров в десятки приехали. Молодежь растет. Думаю, что замена очень хорошая. Причем группа 4 человека, это немало таких ровных и достойных. Великие отличилась Анна Миролюбова. Она заняла третье место, а также Евгений Печенин. У него четвертый результат. Чемпионами страны стали москвичка Гузель Ахмадулина и питерский гонщик Руслан Борецкий. Герой нашего следующего сюжета Николай Безумов. Человек с большим и добрым сердцем. Он сегодня тренирует молодых баскетболистов и спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата. А еще он увлечен декупажем. В его коллекции сегодня более 200 экспонатов на разную тематику. Но главная тема все-таки это спорт. Но обо всем по порядку сейчас расскажем. До девятого класса Безумов играл в волейбол, затем увлекся и всерьез баскетболом. Выступал за сборную школьников Удмуртии, позже за студенческую команду УДГУ. Потом была дружная команда ветеранов «Купол», которая стала участницей чемпионата мира. Николай Николаевич и сейчас в игре развивает в республике баскетбол на колясках. И этому делу он отдает все свое время и душу. Я вот свою задачу вижу, помочь им в этом. Вот раскрыть все свои скрытые таланты, которые у них есть. И они есть у каждого человека. И вот очень важно найти вот это вот свое отношение между людьми. Они помогают мне, я помогаю им. Он учит, во-первых, всему, он подходит к каждому. Вот мы кто-нибудь сделаем ошибку, он именно к тебе придет, скажет твою ошибку, объяснит, как делать, как делать. Замечательный у нас тренинг, очень. 20 августа команда уезжает на Всероссийский турнир Ставрополь. Продготовка идет и полным ходом. А в перспективе, поделился наставник, в Вежевске появится и детская команда по баскетболу на колясках. Вот здесь, в этом зале, несмотря на то, что он такой немножко неказистый, по воскресеньям я собираюсь собирать детскую команду инклюзивную. То есть инклюзия – это когда больные со здоровыми. И вот когда больные тянутся за здоровыми, это очень ускоряет прогресс. А для души и свободное от безделья время – декупаж. Так говорит о своем увлечении Николай Безумов. В его копилке сегодня более 200 экспонатов. Руки у него золотые. Недавно первой паре в российском баскетболе на колясках Дмитрию Макрушину и Светлане Пушкаревой он тоже смастерил подарок. Вот это вот грандиозное событие. Я говорю, что это, по-моему, на мой взгляд, это вообще первый случай в баскетболе на колясках, в российском баскетболе на колясках. И для них я сделал бутылочку. То есть она такая, с одной стороны жених, с другой стороны невеста, а там, где они жених с невестой сливаются, это семья. Бутылок говорит Безумов, запасе еще много, фантазия у него не истекает. А это значит, он еще порадует своими душевными подарками не один десяток друзей и коллег, а также результатами своей команды ЛОКО. Это были все новости спорта на сегодня. Болейте только на спортивных аренах. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.